Совет еврейской мамы своему женившемуся сыну Не ожидай от своей жены, что она будет относиться к тебе, как я. Этого никогда не будет, она тебя не рожала. Всегда сам стирай свои носки. Вместо тебя это может делать только стиральная машина. Меняй свою зубную щетку раз в месяц. Никогда не говори своей жене, а мама делала так. Фразу «А у мамы это было вкуснее» забудь навсегда. Всегда хвали еду, приготовленную твоей женой. Не жалуйся мне на свою жену. Ты выбирал сам. Не рассказывай жене о своих прошлых отношениях. Настаивай, что все забыл. Никогда не рассказывай жене о наших прошлых ссорах с твоим отцом. Это было давно и никого не касается. Если я заболею, навещай меня раз в неделю. Для меня это важно. И, пожалуйста, захвати по дороге шоколадные клеры. Когда я спрашиваю у тебя про настройки телефона, не нервничай. Помни, я приучала тебя к горшку. Помни, теперь главная женщина в твоей жизни – это твоя жена. Если жена спросит тебя, а не полнит ли ее это платье, всегда отвечай «Да что ты! Мне вообще кажется, что ты похудела». Если жена просит тебя о чем-то глобальном – ремонт, шуба, машина, путешествия, велотренажер, робот-пылесос и так далее – всегда соглашайся с третьего раза. Женщина первый раз просто думает вслух. Второй раз прикидывает вслух – надо ей это или нет. И если она сказала это в третий раз – значит точно надо. На третий раз соглашайся. Не обсчитайся. Сделаешь раньше – она уже передумала. Сделаешь позже – она уже обиделась. Цветы, конфеты и белье к этому не относятся. Об этом жена не должна просить. Это святое. Если я тебя о чем-то прошу, делай это с первого раза. Можешь не сомневаться. Я триста тридцать три раза подумала прежде, чем тебя попросить. Никогда не критикуй родителей твоей жены. Помни, они произвели на свет женщину, которую ты выбрал. Развивайся. Читай книги, слушай лекции, посещай тренинги, обучайся на курсах. Проводи шесть вечеров с семьей и один с друзьями. Это необходимо для душевного равновесия. Никогда не приходи в гости с пустыми руками. Это не уважение. Всегда поздравляй жену со всеми праздниками. Плюс день свадьбы и день вашего знакомства. Для женщин это важно. Прежде чем открыть дверь домой, улыбнись. Помни, что для твоей жены и детей ты барометр спокойствия и надежности. С вами был канал Экклесиаст. Всего вам доброго!